Давай. Рассказывай, как убежала. Да, по сути, сказать, что я очень много помню, но помню немножко, да. Я помню, что там, в том мире, после посвящения, возможно, была трансформация и левитация. Это был на всю голову какой-то странный мир. Но это нужно было после посвящения только, и это могли только те, которые жили на острове. Остальные это не могли делать. Им запрещали, как вырезали, да? Им запрещали, да, они этого не умели. Они не могли этим заниматься даже. И все остальные до посвящения не могли это делать. Даже те, кто жили на острове, да, они пользовались благами, они пользовались какой-то энергией. Всё, вот фонтан этот, который я говорила, но они никаким образом не умели не левитировать, ничего прочего. И перед посвящением я жила, наверное, там, после того, как ты ушёл из острова, я, наверное, ещё куда-то два или три-три, где-то до 15 лет прожила там, на этом острове. А потом готовилось посвящение. Но это было как... И я знала, когда оно будет. Это было как, ну, возраст какой-то там, условно, там, сколько-то лет. Но это нехорошее посвящение. Нехорошее посвящение. После этого, ну, с одной стороны, это посвящение давало очень много преимуществ. Можно было трансформироваться, можно было левитировать. Всё то, что пишут у нас в сказках, в принципе, было правдой. Но это давалось только после посвящения. И очень многим нужно было отказываться. Люди, которые были уже там посвящены, они становились полностью вампирами. Не в том плане, что они там кровь пили, а в том, что они без энергетики других людей просто уже не могли выжить. Ну, и кровь пили как следствие, без боли. Да, у них происходили изменения. Ну, они не могли иметь детей, они не могли чувствовать, они очень много чего не могли. Они становились какие-то холодные. Свою энергию они практически не вырабатывали. Энергия — это эмоции. Своих эмоций у них практически не было. Рациональность, да, но именно эмоциональность нет. Этого не было. Я убежала оттуда. Первый слой, помню, я прошла. Ты же мне показал, как это можно ходить. Не показал, но я видела, как ты прошёл. Я видела эти какие-то трубы, которые соединяют между собой пространство. И я таким же образом и пошла, как ты когда-то к нам пришёл туда, на остров. Так и я пошла. Первый слой прошла, второй. Я могла делать какую-то минимальную магию. Ну, я боялась что-то очень сильно магичить, но минимальное что-то могла делать для того, чтобы поддерживать какую-то жизнедеятельность на первых парах. А потом, помню, меня нашёл мужчина. Он был намного старше. Ему было, наверное... Ну, если по нашим меркам вот так вот понять, то, наверное, ему было лет... Лет сорок пять, наверное, ему было примерно вот такой. Он высокий был и чёрный очень какой-то. Волосы чёрные, лицо чёрное и такой вещь в шрамах. Он сказал, что если я буду тут вблизи заниматься магией, всем подряд придёт капец, потому что придут какие-то солдаты и по остаточным следам магии определят, что здесь кто-то магичил. Он забрал меня в какую-то коморку, он закрыл меня там и сказал, что каждое... Вот нельзя мне заниматься магией. Каждое движение магическое, которое я делаю, может быть засечено, и тогда придут и убьют. Я какое-то время была у него. Я не помню на правах, кого я была. Я знаю, что там была женщина, жена его, которая была очень недовольна, которая плохо ко мне относилась. И он ко мне... Я бы не сказала, что очень тепло относился. Как пожалел, наверное, спрятал. Потом сказал, что нужно идти прочь. Но какое-то время, наверное, месяц или два я у него спряталась. А потом он сказал, что какие-то люди начали высматривать. Мне проще убраться, иначе их всех убьют. Мне снова приходилось уходить. Потом какая-то... Я, насколько помню, это так, знаешь, картинками и отрывками. Какие-то люди, какая-то банда. Как вроде были люди, которые вот такие вот... То ли, ну как это можно сказать, те, что отшельники какие-то. Их было не слишком много. Ну, было так человек, может, семь, десять. Вот такие небольшие группировки. Они где-то прятались. Я как к ним примкнула. Мы что-то воровали, мы что-то крали, мы куда-то ходили эти люди. Потом сказали, что нужно объединяться, потому что такая маленькая группа их всех перебьет. Мы начали уходить на следующие слои. Нужно было перейти на следующий слой. Это как, ну, не знаю, на какой по очереди. И говорили, что там есть нечто такое, что, ну, побольше вот этих всех людей, которые... Там проще выжить, там проще спрятаться. Этих, помню, они все какие-то такие изуродованные люди были. Как покалеченные какие-то те, которые там были. Молодые были и постарше. Там драться нужно было. Я умела, и меня иногда прятали под какой-то колпак, и говорили, что можно делать какую-то магию под тем колпаком. Я... Никто там настолько магией не владел, все они владели какими-то, ну, минимальными, и поэтому они стали как отщепенцами какими-то их из общества, как выдавило. Им нужно было или перестать делать, или... Ну, вот они что-то делали, но это нужно было куда-то прятаться. Я вот этого, или я не пойму, как можно было засечь энергетический всплеск. Кто его засекал, любая магия, это, по сути, энергетический выброс. И можно было делать какую-то магию, ну, самую минимальную. Но самого такого большего, что там можно было делать, это я не учила, не научилась, потому что я не проходила это посвящение. Там можно было проходить сквозь какие-то слои, как погружаться в другую-то, какую-то реальность. Можно было раз и провалиться куда-то, понимаешь, находиться здесь и не здесь. Вот как открывать... Вот как эти, которые сверху на горе лазили, на вот этих вот горах лазили, они открывали пространство просто и человека переводили в другое пространство. Это всё можно было только пройти посвящение. Ну, вот примерно это помню. Не знаю, насколько это интересно. Воспоминания такие чёткие, и я вижу этих людей, с которыми ходила, прям чувствую вот этот запах вот этого скопища, знаешь, тухлого какого-то места, где очень мало воздуха. Вот эти вот трубы, которые шли, эта канализация, в которой мы прятались, там воздуха, по сути, было очень мало. И мы там постоянно прятались. Вот это вот помню. Тебя вообще не помню. Я без тебя, нет, я просто без тебя там жила. Мы вот встретились в детстве, там ты мне рассказал, показал что-то, мы поговорили какое-то время, наверное месяц или может меньше, даже недели три может, пока ты там немножко восстановился, ты побыл и ушёл. А потом я убежала, и я без тебя была. Меня сейчас давит. Я двух миров. Каким-то образом, каким-то образом, не пройдя левитат, не пройдя посвящение, ты умела левитировать и погружаться на разные, в разные пространства. Но ты ведь её не проходил. Дай мне сейчас пущу-то давит. Туда сознанием раз. Там можно было, вот то, что у нас говорят оборотни, то, что реально там было, там трансформация была, там после посвящения можно было изменять полностью. Но за это, да, человеческое, рожать нельзя было там. Это всё изымалось человеческие, скажем, способности. Если в Матрице трансформация и в этом мире как-то тоже мыслью можно было тела делать, в общем, это материально было. Но там компьютерное, просто, типа квантового компа, в котором всё было. там принцип другой, только на магии. Он тоже как-то... Он тоже формировал воспространство, да? Он неправильный, мальчик. Неправильный, абсолютно. Вот я вспоминая про это, у меня просто уничтожил. Там как, знаешь, такое впечатление, что вот при посвящении там душу наизнанку выворачивали. Наверное, анти... ну, противоположно по отношению к миру, да? Как вот бублик какой-то брали и раз, и вывернули. Вот при посвящении так было. Душу просто выворачивали, это античеловек абсолютно становился. А у меня была половина нормальная, половина нет. Половина ненормальная сейчас просто пошли. Чтобы принимать энергию, нужно стать приёмником. Абсолютным нулём. У меня как вот было вот сейчас чёрная часть сделаю вот. Которую моей. я совершенно помню, что вот единственное о себе, что я абсолютно потерянная. Я не знаю, что мне делать. Я оттуда убежала, да, такая храбрая, а потом что делать? Психи узнают. Вообще не знаю. И вот знаешь, меня как вот это, вот как белинку туда-сюда. Там кто-то схватит за руку, куда-то потянет. Там кто-то схватит за руку, куда-то потянет. Я абсолютно не понимаю, что мне делать. Я вот тыкаюсь, мыкаюсь. Эти люди меня куда-то подхватили, потащили. Этот мужик чёрный, такой лицо, такое какое-то, вот так плоское, ну вот так, вот так, ширину. Его хорошо помню. Этот мужик меня куда-то там спрятал на какое-то время, но всё как-то так. И что-то они пытались все объединяться. Вот реально, вот эти вот все говорили, вот те, с которыми я лазила, вот эти вот банды, они говорили, что нужно для чего-то объединиться. У них какое-то, вот как что-то нужно было сделать, и тогда бы всё пошло по-другому. И это что-то вроде бы находилось на этом острове, то, что нужно было. Фонтан становиться. Ну, условно, как сосредоточить, когда-то был хороший фонтан. Естественно, а потом начали нагонять эту вампиренную энергию. Нечто подобное сейчас называем в церквях, и в Харфорте, в разных крепостях. Было естественное течение энергии фонтан. Потом начали ритуалы проводить, хорошие, занять. Вроде русло тоже, а другая крепость. И вот эти все разговоры, меня спрашивали, знали ли я что-то. Я знала, потому что я оттуда родом была. Я же там прожила много лет. Они спрашивали, могу ли я провести. Но если попаду, могу, но куда проводить? И еще им что-то нужно. И вот такое рассказывала. Вечно меня дергали, чтобы я что-то рассказывала. Я уставшая, вечно помню, что я потеряна такая. Я думала, что это какое-то, как знаешь, какое-то будет приключение какое-то. вот я вырвусь оттуда из такого ужасного мира, который в принципе, ну для меня он не был ужасным, я там жила. Я вырвусь из этого мира, и все у меня изменится. А у меня нифига не изменилось, мне только хуже стало. Я вообще потерялась по жизни. Вот это вот состояние, что я потерялась. И туда как бы не вернусь. Ну возможностей не было, потому что меня бы там даже не приняли. Даже если бы я хотела, меня бы просто казнили. Там изменщиков, те, которые убежали, там всех казнили. Я знаю, что я туда не могла возвратиться, даже если бы там уже и передумала, и захотела. И в этом мире я абсолютно потеряна. Вообще никому не нужна? Абсолютно. Никого нет, никого не знаю, и к миру не приспособлена. Жить только вот между теми людьми, как люди-крысы, которые в канализации жили. Жить только среди них, возможно, было и то с их милости. Это было как-то ужасно. Я помню, что я уже и думала, что умереть бы проще, только не хотела, чтобы меня туда поймали и растворили. Вот если бы просто, но потому что деваться было абсолютно некуда. Угу. Сейчас там нету ничего. Он не то, что разобранный, его вообще как не существует. Даже на уровне разобранного. Впечатление, что это Илья как-то совсем недавно было. Угу. Ну, не вчера, но вот совсем. Угу. И пространство ушло, исчезло. Вот когда пытаюсь туда вот посмотреть, в каком там заброшен или бьет, вот идет, что его нет, просто и все. Как-то на кольца был разбит или, ну, возможно, это не просто. Это как волна и вот так. Это просто стирание миром. Ибо нехер. Это, помню, трансформация себя. Волны пошли. Просто разобрать на исходный код. Можно было трансформироваться. Дело в том, что всем можно было и без этого посвящения. Просто это никто не знал, как это правильно делать. Ну, у тех малышей магию сразу стирались. А человек, который не обладает магическими способностями, это трудно сделать. Но те, у кого были магия, мог это делать и без посвящения, и без отказа, и без перевода себя на полностью на уровень вампира. Это можно было этим всем заниматься, не будучи вампиром. Они внушили, и было только так, что только этим занимались те, кто становился вампиром. Но ведь это можно было всегда, и можно было без этого. А вот этого, как никто не понимал. Есть другой путь. Да, что есть. По большому счёту, возможность пользоваться вот этими всеми, скажем так, навыками, не становясь вампиром. Я хотела найти, откуда я родом. Я пыталась вспомнить, потому что лет до двух или до трёх я прожила в какой-то семье, а потом меня к этим вампирам забрали. Наверное, когда какое-то определение, малышей просматривают, смотрят, может, на магические возможности. Я пыталась вспомнить, я не могла вспомнить, откуда я. А потом я поняла, что даже если я вспомню, я этим родителям нафиг не буду нужна. Потому что, если ребёнка забрали, скажем так, на остров, ребёнок уже как врагом становился. Ко мне и относились как-то так странно, как с предубеждением, потому что не убегали люди из острова. Они там жили в довольствии, наоборот, все пытались туда понять, а чтобы вот обратная эволюция такой не была, как дура какая-то. Знаешь, они меня не понимали. Они завидовали и ненавидели немножечко и не понимали даже те, среди которых я была. Вот это вот, что, знаешь, никаких друзей нет. Они вроде бы меня приняли, они вроде бы со мной, но потому что им не то, что выгодно, а потому что, ну, как-то вот сжалились, я думала, может, им выгодно что-то было, но не выбросили, позволили быть собой. Ну, и вампирили, и родители на острове вампирили тебя, и эти друганные тоже. Не понимала, какая у тебя была сила. Я не понимала, я просто ходила, сжавшись там, и пыталась хоть как-то определить. Мне там никого же не было. Из внешнего мира, все, кого я знала, это был ты, но как тебя можно было найти? Я был бы в бегах. Уже пытался. Достало это. Достали они. Не до записи. Вот я туда суюсь, у меня слово будет. Я имя твое только знала, мы потом, ты все-таки перед тем, как уходил, ты сказал, как тебе зовут. Потому что до этого я к тебе обращалась, то ли ребенок, то ли мальчик, вот так, мальчик, мальчик. Потом ты как сказал имя, я прислушивалась, если говорили, никто ли не назовет где-то твое имя. Я думала, может, если я тебе помогла, может, ты меня вспомнишь хотя бы? Может, не забыл? Я не могла найти, просто так не находились там люди. Угу. А потом какой-то большой-большой провал, Илья. И я помню, как меня, я не помню, какое-то время я не помню. То, что я лазила между этими канализациями, между этими людьми, это долгое время было. Это как год или два даже, ну вот, большой какой-то период по времени. И я этого периода совершенно дальше, вот помню, что спрятались, помню, что не говорили, сядь здесь, стой здесь, сиди здесь, туда не высовывайся. Мне давали какие-то узкие еды, знаешь, это я помню. И потом какой-то провал раз, и мы куда-то пришли, нас куда-то вот вели, те люди, которые у нас, скажем так, руководили там, два или три человека, нас куда-то привели, нас уже собралось больше пятнадцати, и мы куда-то дальше шли. Как, знаешь, ручеек стекается в реку, мы куда-то дальше шли, потому что, может быть, там что-то было, я уже не знаю, почему, я не помню, я знаю, что мы куда-то шли, а я просто как бароненок, меня вели, и я шла. А потом только помню уже публичную казнь. Меня уже привели на этот остров, меня уже снимают на, не то, что на камеры, но это как публичное, людей много, и все будут смотреть, как меня будут убивать. вот это уже помню. Издевательство такое, смеялись, что вот она, та, которая отказалась от благ, та, которая обижала, та, которая была дано, и которая все, типа, просрала непонятно зачем. Вот очень долго просто издевались таким образом. у меня была максимальная боль, да? Вводили тебе в нервную систему, как пробовать. Не возле фонтана. Да, где-то в центре. Я не уверена, что там были такие, скажем так, что можно было это транслировать, как у нас телевизоры, или что. Но мне кажется, что меня смотрели миллионы почему-то. Или, да. Тем пока. Это было как показательное. На все уровни, да. Там было что-то, как-то, кристаллы, шары такие магические. Это было, во-первых, это было какое-то унижение. Мне состригли волосы, меня раздели, как-то, понимаешь? Это было какое-то ужасное. И боли много. Какие-то проволоки, такие длинные провода. Они гибкие, как черви какие-то. Они мне под кожу их вставляли. Как черви. И они, знаешь, как кожу от тела отрывали. Это было так больно. Мне кажется, это я почувствовал там. Не пытались это сделать как шоу какое-то, понимаешь? Они рассказывали историю моей жизни, что вот я жила такая маленькая, такая хорошенькая, и тут такая глупость створила, как это позвучилось, почему это получилось. Вот этот долгую-долгую как, не помню, как, знаешь, вот вроде бы всё, сегодня помучили, продолжение следует, завтра следующее там, ну, допустим, будут транслировать, будут показывать. Долго бы не тянули. Не давай умереть. Недели. По-моему, они хотели меня вызвать этим. Да. Они как-то выманивали тебя. То есть, где-то за это время, пока я там лазила, мы где-то встретились, наверное, у меня там вообще провал. Чернота такая, и боюсь туда даже смотреть. Вот реально боюсь, понимаешь? Вот когда мы лазим, когда мы ходим, когда мы ловим каких-то животных там, ели животных, потому что некуда было деваться. Там было мясо, вот реально было. Там ловили каких-то животных, каких можно было отловить, съесть. Это всё было. Я помню, что вот жизнь среди этих вот парей, скажем так, вот это вот хорошо помню. И потом мы куда-то идём, вот мы там будем собираться, мы туда идём, потому что мы будем какое-то организовывать, но тоже у этих людей, которые... Общий сбор, типа. Да, но эти люди, которые вот со мной были, у них были какие-то, я их не могла понять, они шли не для того, чтобы победить, они шли для того, чтобы занять для себя вот эти блага, понимаешь? И они меня не понимали, почему я оттуда убежала. Для них главное было не то, чтобы это всё прекратилось, именно та группа, вот с которой я шла. Знаешь, а они хотели вот, у них такого нету, они хотели для себя это сделать и тех прогнать, ну, условно говоря. То есть это были... В итоге бы ничего не поменялось, да? Да, это были не революционеры какие-то, условно говоря, а просто вот те, кто тех убрать, а самим встать возле корыта, вот и всё. И они меня вообще... Конкуренты. Да, конкуренты, но только такие бедные, несчастные, они не могли по-нормальному, там у них даже не было шансов пробиться, ну, потому что другой совершенный мир. А вот таким каким-то силовым методом они хотели. Но я не уверена, что это у всех был именно такой, скажем так, запрос. Ну, вот те, с которыми я шла, вот это я не понимала, почему они так. Они меня не понимали, почему я убежала. Ничего-то меня не удачливый бандит. Ну, ладно. Должен вспоминаться дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok